Здравствуйте, я Сергей Шургунов и это программа «Открытая книга». Разговор с писателями об их произведениях. Роман Максима Замшева «Концертмейстер» — это семейная сага, охватывающая 40 советских лет. Роман о музыке и о литературе, о любви и об измене, о службе в армии и об алкоголе. Много тем, полифония тем, но какая из них главная? Это и постараемся выяснить. Приветствую, Максим. Здравствуй, Сергей. Ты поэт, прозаик, главный редактор литературной газеты, а еще и музыкант. Так какая ипостась превалирует? Ты писатель, умеющий играть или музыкант, пишущий книги? Когда-то музыка была для меня всем, я занимался ей профессионально. Потом судьба сложилась так, что профессионально я окончил Гнесинское музыкальное училище, заниматься музыкой перестал, поступил в литературный институт, поэтому сейчас, конечно, я писатель. И очень долго я не хотел писать о музыке, именно по той причине, чтобы не сказали, что это музыкант, который пописывает. Но прошло уже больше 20 лет, с тех пор, как я закончил свою музыкальную карьеру, и я подумал, что можно. И вот родился этот роман с таким музыкальным названием. А сейчас часто подходишь к инструменту? Руки помнят? Подхожу. Руки, конечно, помнят. Наверное, чтобы вспомнить, надо бы годок вот так вот заниматься часа по три, по четыре, чтобы вернуться в форму. Но сейчас есть совершенно удивительное счастье послушать всю музыку, которую не успел послушать, когда учился. Вот. И я этим пользуюсь, и это очень серьезно влияет на мою жизнь. Потому что это такое огромное богатство и такой огромный мир, что мне искренне жалко людей, которые не понимают литическую музыку, считают ее сложной. Ну, она не простая, но для того, чтобы ее понять, нужно ее слушать, нужно пытаться разобраться. К сожалению, сейчас наш мир очень часто идет к упрощению всего. Такой тренд всегда есть, в любое время. Но с ним всегда должен бороться и побеждать тренд на то, что вообще-то нам надо воспитывать сложных людей для сложных дел. Потому что простота очень быстро приходит к примитиву. А примитивные люди, управляемые легко. И, в общем, это уже... Довольно беспомощно. Беспомощно. Ну, и для развития какой-то настоящей культурной государства совершенно бесполезно. Потому что, ну, современный мир ставит сложные вопросы. И, чтобы на них отвечать, нужно иметь внутри сложное устройство. И тот период, который в романе описан, 70-е, 80-е годы, это, безусловно, социальный расцвет вообще творческого человека в СССР. Вот в этом расцвете происходили многие вещи. Итак, главные герои романа, действующие в разные времена, это композитор Александр Лапшин и пианист Арсений Храповицкий. И у них есть прототипы. Расскажи, о ком ты писал? Ну, Лапшина прототип достаточно определенный. Это Александр Лапшин, гениальный русский композитор. И его история вот с этим доносом, которого, как в итоге, оказалось, не было. И это была операция органов. Довольно частая. В общем, не только с Лапшиным это происходило, когда арестованный, попавший в журновое НКВД человек. На допросе ему говорили, кто на него настучал. Естественно, люди в этом состоянии почти всегда в это верят. Вот. И те, кто возвращался... И винят в своей трагедии того человека, который упомянут. Вот. История эта очень сложная. Ну, в чем доказательство невиновности Лапшина-Лакшина? Эти доказательства приводит сын. У него написаны две книги. Их сейчас невозможно пересказать. Но он утверждает, что отец всегда знал имя подлинного стукача. И в конце жизни он ему его открыл. И потом он провел очень большую работу. Точно доказал, что его отец не виновен. Хотя бы... И ты согласен с этим? Ты веришь в то, что Лапшин... Да, я в это верю. ...не был стукачем? Да, я в это верю. Не всем твое художественное осмысление биографии композитора приглянулось. Вот, например, критик Елена Одинокова пишет. Реконструкция Замшева добротная, детальная, тяжеловесная и отменно длинная. Проще было бы написать книгу в серии ЖЗЛ об Александре Лакшине, а не вымучивать роман и не коверкать фамилии. Как тебе идея? Ну, тут же как. Это же мой роман. Я его написал так, как хотел. Если бы это делала Елена Одинокова, она могла бы написать ЖЗЛ. Тут же счастье, что мы живем в такое время, когда много мнений. Я категорически за это. И когда эти мнения даже не сильно хорошие поводы меня или литературные говорят, то я радуюсь. Значит, жизнь еще есть. Потому что, когда все мнения хорошие, это, как правило, ну, так. Не очень в это верится. Ну, вот как раз по поводу коверкания фамилий. Помимо Лапшина-Лакшина, у тебя здесь присутствует Сенин-Волгин. Это и Сенин-Вольпин, будущий математик и диссидент. А вот композиторы Вайнберг и Шостакович присутствуют под своими фамилиями. Для чего потребовалась такая игра? Ну, Вайнберг и Шостакович там не действуют как главные персонажи. Их появление эпизодически. Как правило, они достаточно документальны в той или иной степени. Только поэтому? Или они в таких эпизодах помещены, где документальность не важна. В этой книге чувствуется дух достоверности. Тебе ведь было важно написать о том материале, который тебе отлично известен. Я, например, скажу, что тот дом описан. Знаменитый композитор, как дом Многорова, я в нем никогда не был. Вообще? Вообще никогда. То есть я знаю, что я много про него слышал, но как-то знакомых не было. То есть это описано по моим представлениям об этом доме. И надеюсь, что они верны. Конечно, я не жил в сороковые годы. Здесь мне пришлось для достоверности много расспрашивать маму, смотреть фотографии. Ну, это же очень важно. Когда карточки отменили, как отмечали Новый год, что ели, что пили. Здесь, конечно, соврать нельзя. Но все равно литература – это художественное воплощение действительности, а не прямое. Поэтому постоянно писать только о том, что ты знаешь, и ловить себя на каких-то неточностях, и потом критики будете ловить на каких-то неточностях – это, на самом деле, бесконечная игра в пустоту. Потому что, на самом деле, читатель это простит. Если где-то будет какая-то неточность, то тоже может этого не знать. Но читатель не простит ни искренности. Фальши. Фальши, и не простит, когда скучно перелистывать страницу. И тут, конечно, не только Лапшин Лапшин, но и Арсений Харповицкий, персонаж, у которого, ну, очень условно… То есть у него, конечно, прототипа нет, но просто история вот с пальцем, который сломан на конкурс Чайковского «Падающая крышка», была реально с пианистом, тоже гениальным совершенно музыкантом, с трагической судьбой Алексеем Султановым. Но из его биографии везет только этот эпизод. Там, конечно, много меня. Но не в биографии чертов, а в характере. Вот мне всегда интересен вот такой человек, каким, наверное, я был в юности, очень закрытый, живущий внутренним миром, очень боящийся большого проникновения в этот внутренний мир, мира внешнего. И вот такие люди мне очень интересны. Вот. Не такая вот брутальная сила устроиться в жизни, заработать деньги, быть мужиком, а нечто совсем другое. Ну и, может быть, моя несбывшаяся мечта быть пианистом тоже, конечно, вела меня в этом образе. Время действия романа «Консертмейстер» с 1948 по 1985 год. Почему именно этот период? Ну, вообще, сначала мне хотелось начать в 1985 году и закончить в наше время. Ну как, планы часто меняются, особенно в процессе написания большого романа. Ну, для этого романа вообще характерно смешение временных отрезков. В 1985 году... Такая своеобразная композиция. В 1985 год был мной взят для того, чтобы... Ну, это просто очень важный год, мы понимаем, почему. Потому что открывалось огромное количество вещей, текстов, интерес к культуре, к литературе был не невероятно высок. Ну, сейчас мы меряем эту историю по концу, довольно печальным и отчасти позорному. Но время это интересное. И мне вот это не некоторое воодушевление, мне тоже хотелось покатить. А дальше произошла очень странная вещь. Я совершенно не собирался в этом романе писать о судьбе Лакшина. У меня была совершенно другая задумка и задача написать такой семейный роман, последить поколение. Но где-то в своих рассуждениях Норштейн упомянул о судьбе у Лакшина. Ну, так легло, когда пишешь. И уже независимо от меня Лакшин вошел в этот роман. И в какой-то момент я понял, что его линию нужно писать отдельно. Вот эта линия с 40-х годов, она писалась, когда основная часть была написана где-то на две трети. То есть такой пополимсец своего рода. А потом ты уже перемешал. Потом, ну, да. И я такой пополимил прием, который редко используется в нашей просьбе, чаще он используется в западной, когда действия, которые происходят в разное время, это не части одной и той же истории, но люди действуют там одни и те же. Писательница Ольга Чумичева полагает, что концертмейстер – это очень московская история, пронизанная любовью к городу, к его ритму, к той Москве, которая стремительно исчезала после Олимпиады 80-го года и сгинула в 90-е. Согласен с Ольгой? Скучаешь по Москве своей юности? Ну, скучаешь скорее по юности своей, чем по Москве. Моя юность все-таки это не 90-е, когда Москва была таким хаотичным явлением, с бесконечной шаурмой, шашлычными, какими-то странными заведениями, палатками и прочее. Но для меня просто вообще, я городской человек, для меня вообще очень важен город. Для меня сочетание человека и города – подворотен, окон, видов из окон с разных этажей, разных видов, вот, квартиры, в которых живут хроповицкие в Ленинграде, выбраны не случайно, я сам в ней жил, несколько дней с видом на Петропаводскую крепость, из которой, когда туман, ее совсем не видно, вот эти все вещи, ну, я от них получаю кайф. И хочу, чтобы читатель тоже получал от этого кайф. Ну, кто любит город, наверное, тоже это услышит. То есть для меня город – это все равно музыкальное произведение, потому что он устроен. Нет никаких городов, которые хаотично устроены. Есть площади, проспекты, лучевая структура, или как в Петербурге более перпендикулярные. Для меня это очень интересно, для меня это всегда аккомпанемент основной мелодии. Во всей прозе, которую я писал, это чрезвычайно важно для меня. Но в романе также много и Ленинграда. Главный герой, москвич Арсений, перебрался в этот город и полюбил его. Когда улицы и проулки заваливалось снегом, который тут же начинал таять, когда дома чуть полнели от накопившейся в них влаги, будто жаловались на то болотистое место, где им привелось бытовать, когда воздух накапливал в себе столько тумана, что все очертания смазывались, превращаясь в иллюзию, что-то было во всем этом тягучее и привлекательное. Беспристрастная сырая правда, очевидная победа вечного над сиюминутным. Поэтично. А вот писатель Сергей Коровин замечает. В романе встречаются допущения и откровенные залипухи, которые вызывают усмешку. Например, литейный мост у Замшева называется мостом свободы. На самом деле Сампсоньевский носил такое название. А угла Чапаева и братьев Васильевых и вовсе не существует. Эти улицы практически параллельны. Похихикаем над простодушием москвича, с которого что возьмешь? Может, он и терся в том районе, а ничего толком и не понял. По поводу параллельности Чапаева и братьев Васильевых сам Коровин ошибся. Но все-таки хочу спросить, сколько нужно тереться в другом городе, чтобы его понять? Ну, кому как. Кому-то и дня достаточно, чтобы понять город. Ну, я все-таки в Петербурге был много. И, в общем, Коровин, мы с ним очень подружились сейчас. Я его не знал, когда было написано. На почве 5 сенсий. Он повинился. Ну, в рюмочной, когда мы, значит, встретились в Петербурге, еще был Павел Крусанов, замечательный мой друг. И Павел ему сказал, что ж ты, Сережа? Он говорит, ну, бывает. Бывает. Ну, а за что винится? Наезды, это же здорово, это оживляет литературу. Ну, я, например, разнервничался и стал смотреть карту. Ну, все же люди. Но оказалось, что все пересекается. Ну, Самсонинский мост там просто, ну, я вообще не понимаю, откуда это взят. Это два разных моста. И там, если идут по одному, то идут по одному. Если идут по другому, то по другому. Там ничего не перепутан. Это как раз идет от ощущения Петербурга, что Москович, вероятно, что он в Петербурге перепутает. Но я немножко другой, москвич. Посягнул на священную топонимику. Да, я там, во-первых, много все-таки прожил. Вот. И тут ни один писатель петербургский не так давно, а петербургские писатели чуть более дружны друг с другом, чем московские чаще, собираются. Сказал он мне, что и москвич может быть приятным человеком. Вот. То есть во мне... Высокая оценка. Да, высокая оценка. То есть во мне никакого конфликта нет. Ну, конечно, так иногда послушаешь людей, даже писателей культурных, которые начинают спорить и говорят, у вас там 25 станций метро открылась, нас одна, достаточно смешно. Ну, в конце концов, бывают какие-то бзики и у интеллектных людей. С особой горечью ты пишешь об армии. Тяготы службы Арсения на самом деле твои? Да, здесь абсолютно все документально. Вот. Ну, я просто попал так вот, что я был нежным, не знающим даже матерных слов мальчиком. И для меня, конечно, это было тяжело. Ну, после первых полгода выходишь в город, ходишь в самоходы, занимаешься разными, не сильно хорошими делами, так сказать. А в то время и сигареты, и спиртное были, как ты помнишь, по талонам. И была целая эпопея добыть это все. Были такие квартиры. А тогда только прошел фильм «Рабыня Изаура», и советский людьми называли фазендами все. И вот квартиры, с которых эти старые квартиры петербургские, коммунальные, где можно было по спекулятивной цене приобрести то, чего не было в магазинах, назывались тоже фазендами. И вот эта вся неразбивиха 90-го года, разруха, бесконечно разбитые телефонные будки и фонари, и при этом Эрмитаж, и русский музей, в которых советского я солдатам разрешала посещать бесплатно, как и большой зал филармонии Ленинградской. Все это, конечно, в этом возрасте на меня невероятно влияло. Если я почему-то скучаю, то по юности это вот по тем временам. Потому что Москва потом уже возвращение. Я доучился в музыкальном училище, 90-е годы, все как бы сложно, перепелять мысления, дела, забота, а там вот такой кусок какой-то невероятной жизни, которая вот-вот закончится, и ничего потом с ней не будет связывать. Ты понимаешь, ты вернешься после армии, связано ничего не будет, будет другая жизнь. В Питере пить. Новые ленинградские друзья спаивают Арсения. А как тебе писалось об этих алкотрипах? И какие у тебя у самого отношения с зеленым змеем? Не, ну как в юности? Никто, наверное, этого не избегал. Сейчас у меня никаких отношений с зеленым змеем нет уже много лет, но я считаю, что в леном возрасте каждый должен на это решиться. Змея в тугой узел. Да, ну, каждый выбирает свою жизнь по себе. Кому-то это мешает, кому-то это нет. Мне это сильно мешало. Ну, в юности, конечно, никто этого не избежал, тем более 90-е годы, таких мрачноватых застолий с водкой, с малым количеством закусок и с невероятно возвышенными разговорами. Вот. Поэтому, наверное, ну, Арсений, тем более такой юный, такой беззащитный, ну, если бы он это миновал бы в романе, это было бы неправильно. И он не был бы тем, кто он есть. Но это своего рода такие, как череда испытаний человека. Если это не прошел, то, может быть, и не закалился. Думаю, Максим, ты согласишься с тем, что бывает и закаливание критикой. Вот ушат студеные водицы от писателя Дениса Епифанцева. Жанр саги выродился в набор штампов и шаблонов, которые автор, взявшийся за такую историю, перебирает в любой последовательности. Цитирую дальше Дениса, цитирующего тебя. Я первые 50 страниц еще наивно полагал, что это такая игра, но нет. Автор пишет на полном серьезе. Спустя несколько месяцев после их переезда с отцом в Ленинград жизнь накинулась на Арсения с такой рьяностью, как накидываются билетеры на опоздавших в филармонию. Конец цитаты. Это как? Зачем это? Недоумевает критик. Это еще одно напоминание, что у нас роман про музыкантов? Тогда я хочу прочитать другие романы Максима Замшева, про художников, где жизнь накинется как куратор, про туристов, где накинется как аниматор, проработников порноиндустрии. Как тебе наезд по делу? Ну, это точка зрения. Насчет аниматоров я там не очень честно когда понял, в чем смысл этого. Вот. Такая критика, наверное, она не закрепляет. Просто я, ну, я просто не понял ничего. То есть такой какой-то странный. Ну, как бы, критика справедливая всегда может быть. И она хороша, я на критику не обижаюсь. Но суть вот этой рецензии, я просто там посмотрел за этим человеком, но у него действительно другое представление о прозе. Ну и хорошо, но вот с этого представления, вот это все ему, как бы, вот эти все описания, сравнения кажутся лишними, ненужными. Он пишет в другом жанре. Может, он и прав, может, такая должна быть проза. Но я как-то вот не могу. Вот без всего этого, без описаний, без пейзажей, не могу. Мне кажется, что это как-то что-то лишает без описания запахов. Но я же как бы говорю, что ничего нет хуже и единообразия. Вот, поэтому, ну, в любом случае, это интересно. Ведь если тебя критикуют, значит, в любом случае, тебя прочли. А для писателей что важно? Ну, что прочли. Читая роман, я не мог отделаться от ощущения, что он написан удивительно нежно, мягко, деликатно. И о любви, и о сексе написано весьма тактично и сдержанно. Например, герой вовсе не всякий раз укладывал девушек в постель. Или такой афоризм. Женщины в 40 лет уже боятся постареть, но еще верят, что этого не случится. Или сентенция про особый покой, делающий женщину счастливой и беззаботной. Ты хорошо понимаешь женщин? Не пробовал написать роман или рассказ от лица женщины? Нет. Нет. Я думаю, что я не понимаю женщин до конца. это, наверное, и невозможно. Но какие-то наблюдения все равно в жизни ты делаешь. Жизнь тоже все-таки за плечами какая-то есть. Что касается сдержанности описания, мне кажется, что в сдержанности больше силы и притягательности, чем в абсолютно подробностях описания. Это же признак классицизма, сдерживания. У меня всегда это было чуть ближе к романтизму, где все эмоции нараспах, потому что где все время звучит музыка, нельзя. В роман впускать минимальную какую-то ноту чего-то животного, потому что музыка это все, ну, как бы духовный опыт человека это борьба с животным началом. Поэтому в этом романе животного начала должно было бы быть меньше. Ну, если я писал другой роман, то... Ангельское пение. Да, если была бы художественная необходимость, то это было бы. Но в других романах может быть и будет. Но тем не менее твои герои склонны к изменам. Вот, например, Арсений спутался с женой своего консерваторского учителя. В ней бурно созревало такое нестерпимое желание близости, какое она за собой прежде не знала. Он не отдавал себе отчета, что чувствует, но вся та мужская энергия, что так долго была в нем закупорена, готова была вырваться наружу незамедлительно. Ни он, ни она не сомневались в правильности и необходимости происходящего, не терзались, не просчитывали последствия. Мне здесь слышится едва ли не оправдание. Не мы такие, а жизнь такая. Или я не прав? Ох, ну, мы должны правду писать. А правда отношений между людьми, она часто очень сильно расходится с представлением о греховности, с церковным представлением о браке и о многом другом. Но в мире очень сложные отношения между людьми. Что-то держится в глубокой тайне, что-то становится явным. Но у автора есть возможность открыть то, что он считает нужным. Герои же вымышленные. Поэтому мне кажется, те тексты, в которых вот этой греховности нет, они слишком стерильны. Ну, там, был Франсуа Моряк, но кто его сейчас читает? Я иногда Агнца перечитываю. Арсений встречает на пороге дома любовника матери и не противодействует их встрече. А как бы ты поступил с Саблином на месте твоего героя, спустил бы с лестницы? Ну, он не совсем не противодействует. Там просто такая обстановка. Он хочет, он мечтает, и младший брат хочет. Но складывается, как складывается. Там же какая история? У него после того, как он сломал палец, происходит логическая травма. Он не может выходить на сцену, не может играть на сцену, поэтому он может только аккомпанировать. По сути, это главная травма его жизни. причина, я не знаю, понятно ли это, но он выходит на сцену только когда он прощает мать. То есть, смысл этой травмы был не в пальце, а в том, что он жил вот в этом непрощении и в непонимании матери. Он ее осуждал, потому что отец-то там и прочее с юношеским максимализмом. Вот мне хотелось сказать, что юношеский максимализм прекрасное качество, он почти никогда не бывает прав. И вот Арсений все-таки это преодолевает. хотя в нем это все кипит и он видит как бы врага, но понимает, что враг-то не он, враг себе он сам, который ситуацию не смог так оценить, чтобы простить. Но вообще, мне кажется, в целом это книга о прощении. Да. Прощает и Арсений свою мать, и Лакшин отчасти прощает даже Сталина. Да, в его каких-то размышлениях такая тема есть, что только если мы... Ну, у нас в стране было много тяжелых таких периодов, связанных с массовым помешательством и с большой кровью. И бесконечный поиск виноватых, вот эти, нет, эти виноваты, нет, эти виноваты, он, как мне кажется, губителен. Поэтому надо какой-то момент всем сказать, мы всех прощаем, и начинаем все вместе заново строить большую страну. И это была главная идея, что прощение искупает многое. О личностном и об историческом. Да. Твой роман очень кимитографичен. Во время ключевых поворотов сюжета действие перескакивает совершенно в другое время. Так делают авторы сериалов. Хотел бы увидеть экранное воплощение концертмейстера? Ну, было бы глупо сказать, что я не хочу. Во-первых, по моим романам никогда ничего не снимали и уж играть в такой скепсис я не буду. Но я понимаю, что кино – это другое искусство. Там совершенно другие законы. И это будет все равно совершенно другая история, если это вдруг когда-то снимут, что на данный момент кажется маловероятным. А может, это, сам знаешь, судьба, рулетка. Но, по большому счету, у меня сейчас нет ничего важнее, чтобы этот роман не стал заключительным в моей жизни, потому что, ну, надо написать роман лучше этого. Пишется книга? Ну, пишется, да. Пишется. По традиции программы попрошу тебя об автографе. Интересно, что это будет. Проза, стихотворение, а может быть, музыкальное пожелание, записанное нотами. Ну, вы, не знаю, знаете вы или нет, у каждой ноты есть определенный буквенный эквивалент. То есть, до это ц, ре это д в латинских буквах. И здесь тоже много игры, поэтому я себе, ну, есть какие-то ключевые символы, где все эти вещи сочетаются. Вот. И есть такая тема, которая буквенно выражается как Б-А-Ц-А-Ж, то есть Си-Си-Бемоль-Ля-До-Си, и это тема креста. Все-таки музыка и литература намертво сцепились в твоей судьбе. Ну, в общем, да. До конца, до самого креста, пусть душа останется чиста, как писал. Николай Рубцов. Спасибо. Сейчас попробую прочитать. Желаю Сергею и программе «Открытая книга» нести достойно свой крест. Си-Бемоль-Ля-До-Си-Бекар. А-Б-Ц-А-Ж. Это вот как бы крест. А это можно услышать? Ну, это там само по себе ничего не даст. Но это Си-Бемоль-Ля-До-Си, примерно вот так. Большое спасибо, Максим. А мы увидимся уже скоро. Будут новые писатели и новые книги. Откроем, прочитаем, обсудим. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова